Итак, мы продолжаем урок математики. На прошлом занятии мы с вами начали изучать раздел числа от 1 до 1000 и рассматриваем такие арифметические действия, как умножение и деление. Мы продолжаем работать по данной теме. На прошлом занятии мы рассмотрели несколько способов устных вычислений и потренировались вычислять. Ну и сегодня мы с вами продолжим работать по данной теме и знакомиться с другими способами. Итак, тема нашего урока – приемы устных вычислений. Мы работаем именно с трехзначными числами уже и в данном случае работаем с числами, которые оканчиваются нулями, то есть круглыми числами. Посмотрите на выражения и попробуйте их вычислить. Для этого вспомните тему предыдущего урока, то есть как мы вычисляем такие выражения. Ну давайте посмотрим. Для того, чтобы вычислить выражение 170 умножить на 3, мы должны число 170 заменить его суммой. 170 – это 100 плюс 70, умножаем на 3. Для этого мы вспоминаем с вами правило умножения суммы на число. То есть сначала нам надо умножить, первое слагаем, затем второе слагаем и результаты сложить. 100 на 3 – это будет 300, 70 на 3 – 210. В ответе получилось 510. Далее, следующее выражение. Вам было легко вычислить, помним, да? 300 – это 3 сотни. 3 на 3 – 9, 9 сотен – это 900. Деление. 180 на 3 – это также табличный случай. 18 десятков делим на 3 – это 6 десятков. 6 десятков – это 60. 600 разделить на 2 тоже. Я думаю, что вы быстро и легко решили. 600. 6 сотен на 2 – 3 сотни. 3 сотни – это 300. Помните о том, что умножение и деление в таких случаях можно заменить действиями, сотнями и десятками. Итак, хорошо, давайте рассмотрим другие выражения. Числа, которые оканчиваются нулями, либо в данном случае 0 у нас в десятках стоит. Как же выполнить такие вычисления, давайте с вами вспомним. Я думаю, кто уже быстро решил в уме, тот большой умница. Итак, давайте посмотрим внимательно и проверим. Если нам надо вычислить выражение 107 умножить на 5, заменяем суммой 100 плюс 7. Опять же умножаем первое, затем второе слагаем, результаты складываем. Ферма выражения получается 535. Во втором выражении деления смотрим. 920 разделить на 4. Вспомним, каким способом мы с вами здесь пользуемся. Так как это не табличное в случае умножения и деления, то мы с вами пользуемся способом, как подбираем, удобные слагаемые. То есть число 920 мы разбиваем на сумму чисел, чтобы число ближайшее, круглое, делилось на 4 без остатка. В данном случае берем 800. 800 и остается 120. 800 плюс 120 это 920. Пока опять же делим первое слагаемое, затем делим второе слагаемое и результаты складываем. В ответе получилось 230. Также рассмотрим третье выражение 840 разделить на 7. Мы опять же пользуемся и разбиваем трехзначное число 840 на удобные слагаемые. Опять же смотрим, раз нам надо разделить на 7, берем ближайшее круглое число, это 700. 700 плюс 140 делим на 7. Делим первое слагаемое, делим второе и результаты складываем. Получается в ответе 120. Вспомнили? Молодцы, конечно же. Эти способы нужно помнить и выполнять. Когда выполняете данные задания, которые находятся у вас в учебнике, вы вспоминаете необходим способ. Подбираете удобный способ вычисления. Итак, хорошо, но давайте рассмотрим другие случаи делений. Итак, мы с вами изучали, как же разделить двузначное на двузначное, которые оканчиваются нулями. Вспомним, каким же способом находят частное при делении с двузначное на однозначное, то есть круглых чисел. Вспомнили, как мы выполняли такие задания и как выполнить данное деление? Конечно же, можно заменить, опять же, разрядным составом. 9 десятков разделить на 3 десятка, это будет 3 десятка. Это будет 3. Так, потому что здесь мы проверяем умножение. То есть 30 умножить на 3 будет 90. Опять же, вспоминаем таблицу умножения. Либо следующее выражение, посмотрите. Здесь уже идет 800 разделить на 200. А как же будем выполнять такие вычисления? Мы опять должны посмотреть, внимательно ориентироваться на таблицу умножения и проверить сразу себя умножением. Итак, это будет 4, потому что если мы 200 умножим на 4, либо 4 на 200, это будет 800. Что мы помним? Так, давайте прочитаем, что нужно помнить. Мы знаем, что деление – это действие обратное умножение. То есть здесь можно сказать о том, что такие вычисления мы должны пользоваться, опираясь на знание таблицы умножения и, конечно же, сразу себя проверить умножением. Но давайте вспомним один хитрый способ, что при делении круглого числа на круглое мы мысленно можем прикрыть в делимом и делителе равное количество нулей. И выполняем деление полученных чисел. То есть мы прикрываем, давайте вот посмотрим выражение 90 разделить на 30, и там закрываем нули. И у нас остается 9 на 3, это будет 3, то есть вычислили легко. И себя проверим. Если 3 умножить на 30, получится 90. Далее такое же выражение смотрим с трехзначными числами. Опять же, там у нас два нуля, и там у нас два нуля, да, то есть и в делимом, и в делителе. То есть мы их одинаковое количество нулей прикрываем. 9 делим на 3, получается 3. Ну и, конечно же, себя можем проверить, что 3 на 300 умножение умножаем, будет, получится 900. Итак, то есть посмотрим на схемку. Если мы делим круглые числа, которые у нас оканчиваются нулями, если мы видим в делимом и делителе одинаковое количество нулей, то мы их можем прикрыть и с легкостью выполнить вычисления. То есть это если двузначные, трехзначные и далее. То есть если посмотрите на эту схемку, можете воспользоваться этим способом. То есть здесь тоже вам таким способом легко будет вычислить. Давайте потренируемся. Вам даны выражения, которые вы видите на экране. То есть, пользуясь предыдущим способом, который мы с вами разобрали, мы можем прикрыть нули и выполнить вычисления, либо сразу же себя проверить потом умножением. Давайте проверим. Если мы 600 разделим на 200, это будет 3. Почему? Видите, да, нолики у меня показаны другим цветом, мы как бы их прикрыли. Мы видим, что 6 разделить на 2 – это 3. Одинаковое количество нулей в делимом и делителем. Ну и можем себя проверить. 200 на 3 – это 600. 400 разделить на 200 – это будет 2. Опять одинаковое количество нулей прикрываем. Легко разделить 4 на 2. И проверяем. 200 на 2 – это 400. 800 на 400 – это тоже будет 2. 400 на 2 – 800. Посмотрите внимательно на следующий уровень. 1000 разделить на 500. Только прикрываем одинаковое количество нулей. Если в делителе 2 нуля, то и в делим 2. Третий ноль, не трогаем. В данном случае получается 10 разделить на 5 – это 2. И 500 разделить на 2 – это будет 1000. Ну и последнее выражение. 270 разделить на 90. Опять же, прикрываем одинаковое количество нулей. 27 разделить на 9 – будет 3. Проверяем. 90 на 3 – будет 270. Легкий способ. Я думаю, что легкий. То есть, опять же, вам нужно знать и правила, и, конечно же, знание, таблицу умножения просто необходимы. Итак, хорошо. Ну и давайте подведем итог урока. Давайте вспомним, какую тему мы с вами сегодня повторили. Мы с вами в начале урока повторили приемы устных вычислений при умножении и делении с трехзначными числами, которые оканчиваются нулями, то есть круглыми числами. Вспомнили способы, что можно разбить на разрядные слагаемые. Можно воспользоваться, где встречаются в нетабличном случае, удобными слагаемыми. Также можно заменить разрядным составом. Мы разобрали тему, как же делить двузначные на двузначные, трехзначные на трехзначные числа, оканчивающиеся нулями. Вспомнили здесь хитрый способ о том, что нули можно, только одинаковое количество нулей можно прикрыть или как бы зачеркнуть. И таким способом мы можем вычислить. Но обязательно проверьте себя. Проверяем деление, проверяем умножение. Для того, чтобы выполнять такие приемы вычислений, что нам для этого нужно знать? Конечно, мы должны знать приемы устных вычислений. Данные, все приемы находятся у вас в учебниках. Обязательно их разберите, рассмотрите, повторите. И все задания выполняйте согласно правилам. Я думаю, что у вас все хорошо получится. Я желаю вам хороших оценок, успехов в работе, чтобы все у вас было хорошо. Я вас благодарю за внимание. На этом урок у нас подошел к концу. До свидания.